Всем доброго времени суток! На счету уже 40... 48-я серия прохождения 5-й GTA. Собственно, перед началом этого видео я хочу познакомить вас с нашими сегодняшними гостями. Итак, ожидайте! Встречайте, наши гости этого видео! Кис Алиса и котик Вентиль. Венчик, вот они, вот они, ребята, вот они. Они мое черное-белое, они мой баланс. Они гости сегодняшнего видео. Они друг с другом не ладят, так как они черное-белое, они Инь и Ян, поэтому... Вот они, еще раз показываю. Пусть они там гуляют. Сейчас часть на полчасика видео запишу и буду их кормить, потому что они нуждаются, так скажем, в прокормке. Надеваю шапку и начинаю. В прошлой серии мы... Прошлую серию мы проходили на Дэйвина Уэстона, владельца большинством тачек таких крутых. И, в общем, мы на эвакуаторе отвозили тачки на точку сброса. И, в общем, посмотрим, что будет сейчас. Я задумался, ну, вне видео, вне записи, я задумался о том, почему миссии за Дэйвина Уэстона и сам Дэйвин Уэстон, это не побочный персонаж, а это основные миссии. Я вот об этом задумался. Ведь у него миссии, как бы сказать, такие, связанные только чисто с угоном. То есть они, как бы, сюжет по факту не раскрывают. Они связаны чисто с угоном. Так, пошел! Уже побежал. Они чисто, короче, связаны с угоном, эти миссии. И не пойму, почему они не побочные, а основные. Ладно, в общем, не буду я разглагольствовать. В общем, давайте. У нас за Тревора миссия будет какая-нибудь. Сейчас посмотрим, что можем мы пройти. Так, Майкл у нас все еще недоступен. Еще с того момента, получается, с миссии, где был гроб, где он, ну, где Тревор узнал то, что в гробу не Майкл, а Брэд в итоге, третий товарищ. Давайте переключимся, наверное, на Франклина. Нет, за Тревора давайте. Мы за него прошли в прошлый раз одну побочную миссию под буйским убийством. Буйственным убийством вот здесь вот. Давайте теперь за него какую-нибудь основную миссию пройдем. Да. Так, давайте посмотрим. Давайте, наверное, пройдем миссию под Найджелом. Тут даже три убийства. Давайте пройдем миссию под Найджелом. Да. Отправляемся на Найджела. В принципе, Найджел не особо далеко, поэтому возьмем тачку и отправимся к нему на машину. Блин, жаль, народ, жаль, что в реальной жизни, короче, нельзя так вот телепортироваться. То есть, сел в такси и сразу нажал пробел и телепортировался туда, куда тебе надо. За две секунды. Жаль, конечно, очень жаль. Но ничего страшного. Собственно, времяпрепровождение будет у нас вот такое. С вами. Идет дождь. Идет дождь. Что хочу сказать и про реальную жизнь. Про погоду в реальной жизни. Там тоже идет такой же дождь, такая же пасмурная погода, такая же слякотная погода. Вот скоро Пасха. Хотели отправиться на кладбище, а там все залило, все залито, все грязно. Нужны, скорее всего, сапоги. И вот, собственно, такая же погода, вот как вот здесь, вот в этой вот игре. Да, и, собственно, пришлось все отложить. Потому что, ну, в такую погоду, не знаю, неохота, честно, вообще никуда ехать. Вот. Такие дела. Ну, вот честно вам признаюсь, но неохота. Значит-то, Найнджел, побочный персонаж, проходил я на него миссии, получается, со сценарием. Он со своей женой, мисс Торнхилл, получает драгоценности знаменитостей. А в прошлый раз нужно было им достать саму знаменитость, то есть самого знаменитость нужно было им доставить. Ну, я уже не помню, как зовут этого чела, но не знаю, что они там с ним сделали. Вот, наверное, сейчас, собственно, мы и узнаем, что сделали мисс Торнхилл и этот самый Найнджелл. В конце этого видео вас ждет три рифмы, которые я уже не делал года так с 2017-го, наверное, и я, собственно, к этому вернусь. Так что, народ, будет, наверное, все поинтереснее, чем было раньше. Или, а может, тут все будет точно так же. Тихо его знает. Давайте, заходим. А, мы еще не доехали. Вот Найнджелл. А где он сам? А вот и он. Давайте. Все когда-нибудь кончается. Так, идем к Найнджеллу. И... А. 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 И они не так же как ты или мне. Ах! Ах! Ах, afar из тебя, Джок! Ты бы не приезжай и получил ону его любимые пиззы? Нет. И я не знаю, что делать с ним. Он не ест уже несколько дней. Вы разгребали важный мастер-старт фильм, хорошо? Ahora, вы можете дать его в Russian, и надеть, что он слишком опасно страховый отзываясь, чтобы оставить виткован, или вы можете отправить его на деталя, который он не вернет. Садитесь в автомобиль Найнер Так, в общем, давайте В прошлый раз мы тоже так делали Садились в его тачку и куда-то отправлялись А, видимо, сами пенсионеры С нами путешествовать, так скажем, не будут А куда мы, собственно, вообще направляемся Господи! Капец, далеко Я, честно, не вчитывался особо сильно Ну, в титры В субтитры не вчитывался Но, судя по всему, нам сейчас нужно Скорее всего, направиться к этому челу Которого мы похитили в прошлой Ну, в прошлых сериях Либо, не знаю Либо кого-то слово похитит Я реально, я не вчитывался А, это Это, короче, и есть сейчас В машине тот челик В машине Которого мы в прошлых сериях Похитили этим вот Ну Мы, короче, этого челика Похитили в прошлой серии В прошлой серии Не прямо в прошлой Которая была вот Прошлая серия, да? Сорок седьмая А именно В прошлой серии В которой мы выполняли миссию На этих вот пенсионеров Мы похитили вот эту вот знаменитость И получается А что у нас получается? Мы сейчас Получается, его куда-то отвозим Блин, у меня телефон разряжается Ай, телефон разряжается Ну ладно Думаю, 20% нам хватит Чтобы эту серию записать Мы запишем Одну побочную миссию И одну основную Вот это побочная миссия Короче, мы сейчас Этого чувака Которого мы похищали В прошлый раз Когда проходили миссию На этих пенсионерах Мы его сейчас Отвозим куда-то Либо на какую-то вот хату Либо какой-то вот дом И, собственно, дальше Нам, наверное, эти пенсионеры Сообщат Что с ним надо делать Ай Что-то мне, видимо Из-за этой дождливой погоды Нос чешется Ну, кстати У меня льет дождь И за окном не такой сильный Он чуть помельче льет Но погода по сути такая же По пахту Быстрее, собственно, едем Пока у меня игра работает нормально Потому что минут через 20 Я начнет подтормаживать Так как я разузнал 200 лет У меня для записи Не хватает оперативной памяти У меня она работает Без записи идеально На все 70 фпс 60-70 фпс Идеально работает На записи она начинает Подтормаживать Это, короче, народ Не хватает оперативной памяти У меня 8 гигабайт Видимо, для записи Нужно больше 8 Нужно хотя бы гигабайт 12 Еще 4 гигабайта Добавить Оперативки DDR4 И будет она, короче Работать у меня нормально Даже с записью Я так думаю Так что Пока работает на 75 фпс Этого более чем достаточно Короче, мы куда-то на окраину Едем на окраину И на окраину, собственно Мы его и отвозим Судя по карте Потому что мы вот Меню смотрели на карту Это вообще какая-то окраина Разумеется, такие окраины Они присутствуют Блин, поехали не туда Присутствуют Ну, по всей планете Во всех городах Во всех странах Такие окраины присутствуют Везде, короче, они есть Аааа, за запах Да, он там Не буюсь Он там уже И по маленькому И по большому 150 раз на день Уже сходил Сколько раз Того Сколько времени Тоже прошло С момента Его похищения Много времени Прошло Ну, может Почти приехали Сейчас посмотрим Что собственно Будет дальше Давай Какой-то маленький. А мы вообще на какой-то завод его отвозим. На какую-то железную дорогу его отвозим. Ну давайте посмотрим. Серьезно? То есть, получается, мы должны оставить этот автомобиль и тупо дождаться, пока поезд будет проезжать, чтобы его сбил поезд? Серьезно? Видимо, эта знаменитость явно что-то плохое сделала пенсионерам тем, на которых мы эту миссию проходим. Что они так с ним расквитались. Капец. Ужас. Я точно не знаю, собственно, что он им сделал конкретно. Может, я невнимательный, не знаю. Я честно, я не знаю, что конкретно плохого он им сделал, почему они так с ним расквитались. Но пофиг, рано что миссию прошли. Все на основной, все на свадь. Собственно, вот, давайте теперь мы, короче, выберем Франклина и за него направимся на какую-нибудь основную миссию. Я не знаю, сколько по времени будет продолжаться этот, собственно, дождь. Я не знаю, честно, народ. Я не знаю. Тут Франклин в какой-то пробке стоит. Да это фигня еще, а не пробка. Вот вы, блин, в моем городе не видели пробок еще. Серьезно. Так, а что у нас вообще есть? Ага, у нас за него ничего и нету. Зря мы на него телепортировались. Пусть дальше торчит в своих пробках. Мы сейчас телепортируемся. А, есть миссия за него. А вот она и миссия за него. Франклин, основная миссия. Давайте. Что мы тупим? Разворачиваемся. Разворачиваемся и все, собственно. Заходим на миссию. Давайте, наверное, чтобы для приличия хотя бы в гора... А, все, уже не дадут. Какие у них классные попки. Как смешно, бля, человек споткнулся, бля, через забор. Что вы думаете? Как вы думаете? Как вы думаете? Что вы думаете? Держи это, чувак. Слышь, это было смешно. Я сделал ошибку. Слышно, чувак, ты уничтожил. Было смешно, хорошо? Я извиняюсь. Я принимаю твою извинку, хорошо? Хорошо, так что... Поехали. Нет! Райд, ты уничтожил. Нет, я не смешно. Слышно. Слышно, я... Я не могу. Слышно. Да, ты хорошо? Слышно? Я просто... Слышно. Слышно, я люблю тебя, но... Слышно. Слышно, чувак. Леста сказал, что у нас есть информация про Майкл. Майкл. Слышно, Майкл. Я надеюсь, он умер. Я знаю твои тоже, мэк. Давай, мэк. Твои были быки раньше. Но что случилось в Норке? Слышно, мэк. Кто? Мой парень, Рон, встретил эти чинески. Они из Яншан, в Китае. У нас были какие-то проблемы. Они ошибочно думали, что Майкл был человек и убедил. Да. И теперь, кажется, они его держали где-то в городе. Я думаю. Давай, брат. Ну, поймите себя. Ты хочешь этого шутка? Это твоя шутка, хорошо? Он умер для меня, хорошо? Правда? И шансы есть, если и когда я его вижу, он тоже будет умер для всех остальных. Эй, давай, брат, не делай это. Ты поддерживаешь твою счастье, мэк. Кто это? Ни в какую не хочет мириться с Майклом. Тот еще под руку ему попался. Ни в какую он мириться не хочет. Это капец. Чё теперь делать? Лестер подскажет. Эй, это я. Что сказал Тревор? Майкл, Майкл был виноватом чиновной команде. Потому что Тревор. Ирония не потеряла. Я вывожу тебе аппетит для телефона. Но Майкл Селд просто вернулся в интернете. Это будет сигналом. Это будет лучше, чем ближе ты получишь. Будьте осторожны. Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 А мы, кстати, с вами приближаемся Мы приближаемся... А это, кстати, получается Враги Быстрее, мы их должны убить с вами Берем автомат И мочим нахер Шины прострелим Ты охренел Пошел отсюда Я давно перестрелок никаких не было, народ Сейчас мы этих братьев, они, сделаем с вами Блин, надо было бронежилет А я не знал, что такая миссия будет Поэтому я и про бронежилет ничего не знаю Ничего, вот видите, хоть с перестрелкой миссия пошла Нам пистолет не нужен, у нас и так дохренище оружие Собственно, нам он нафиг не сдался Эта миссия мне напоминает миссию из GTA San Andreas Когда мы этого находили в очках Роузенберга тоже спасали Из таких похожих вот складов Но те, кто в San Andreas играл, тебе тоже Тем тоже вспомнится эта игра Так, собственно, вот смотрим на карту Господи, сейчас нас убьют Сейчас нас убьют Тут есть Да иди ты нафиг Да сука Скотина, блин Резко появился из ниоткуда, блин Я бы спрятался за стол по лору Пошел ты нафиг, сейчас я вас всех, блин, приют Сейчас я все быстро просто их переберу Блин Только не перезарядка Времени сейчас нет, не только перезарядка Блин Перезаряжаемся Частенько, чтобы потом Вот в последний момент Не пришлось этого делать Иначе и нас убьют Он не выживет А вот Сосомайка Тут кто-то у него наверняка стоит Ну, конечно, да Долбоящий родин у него стоит Так, давайте, наверное, сейчас возьмем сразу аптечку Нам И, собственно, вот так вот Е, чтобы бросить Майкла руку А, тут не надо стрелять Веревку Ух, нифига себе Обороняемся Теперь за Майкла Сейчас все закончатся эти говнюки И мы, собственно, с вами Ай Блин, тут не перезарядка И мы с вами, собственно, тогда освободимся за Майкла Но Майклу ни в коем случае нельзя показываться Тревору Потому что иначе Тревор тупо его убил Зная Тревора Спустишь мне, похоже, сперва оборонился Да, мы сейчас оборонимся С вами Немного от этих всех убьют Нам будет полегче У нас автомат Нормально, это бы пистолет Там автомат бы ему дать не получилось Потому что он висит, когда он автомат будет держать Сложно было бы задействовать автомат Так, давайте просто тупо зачистим Всю территорию А, блин Капец А как мы Ай Попали Нормально Нормально, нормально Майкл из-за Тревора попал в такие ситуации, блин Все, у нас точка есть Назначение Значит, мы должны тупо отсюда выбраться Давайте, собственно, давайте переключаемся Мы эту миссию начали за него Теперь мы ее и допройдем за него Нам будет легче пройти Потому что у нас теперь двое Нас теперь двое Уграть Мы теперь играем Кто стреляет? Кто стреляет? Покажись! Покажи, скотина! Кто-то не был! Покажись! Ох, ни хрена себе! Я уже честно Я уже не хочу Материться на руки Но если будут ситуации Такие строгие Что-то у нас придется Материться Не, мы на этом складе С вами не привлекаем Внимание полиции Можете не волноваться Все, вот мы Собственно, садимся Мы выбираем Какую тачку там взять Ну, для тачки А нормально Это белая тачка Поэтому мы на нем, собственно, и садимся Скотина! Они, скорее всего, сейчас с нами будут губинаться Так, давайте посмотрим Да, они будут с нами сейчас губинаться Но мы все равно Мы справимся И не из таких жоп Выбирались Да иди ты нахрен, блин Встал, блин Посреди дороги Скотина, блин Мешаешься И хрена себе Какая быстрая тачка, блин Мне сейчас, кстати Пришлось игру перезагрузить Перезайти в игру Потому что сильные тормоза начались Пришлось игру перезагрузить К сожалению Но вы этого не увидите Это было на паузе Вот тачка, конечно Как она называется Ко-кьюет Не слышал о таком Она крута Это факт А Майкл, походу, сам Не собирается Тревора прощать А теперь, собственно Непонятно Неизвестно Что будет дальше с ними В их отношении Теперь остается Только надеяться на чудо Остается Больше ничего другого не остается Ну, собственно Давайте Пока мы едем Пока есть, собственно, время Пока есть время Я расскажу вам Свою Свой сюрприз Который Приготовил Под конец Итак Где мой Новый Шуткалист Пошеннич Будет неожиданно Это смотреть, да, Пошеннич Собственно Эта шутка Будет состоять Из трех рифм Которые Вы увидите На своих экранах Собственно Из трех рифм Вот я Шуткалист Вот все Тут даже немножко сценария Еще осталось Собственно Эта шутка Будет состоять Из трех Из трех рифм Которые Вы сейчас Слушаете Первая шутка Первая рифма Поймал Наш батя Вовку За обман И он Насал В ботинок И карман Ладно Ну да Вовка Блин А поаккуратнее А то так это Можно и нафиг Слететь с катушек Особенно Твой батя Слетит с катушек Под названием Виктор Пузо Дальше Вторая рифма Вторая шуточка И взрослые И школьники И даже Пятиклашки Обожают Воскресенье А все Потому что Владимир Семенович Высоцкий Насрал На голову Сергея Есенина Не знает Высоцкий Не знает Высоцкий Мир Всем на голову Начинает гадить Все вот это вот Делать Ну его нафиг Этого Высоцкого Блин Серегу Обидел Серегу Обидел Серегу Есенина Он просто Его обидел Вот это вот Жалко Ну и давайте Третья рифма Получил как-то Вовчик Двойку По физике А батя Узнал Вовчик Пытался Не спровоцировать Конфликт И говорит Бать Ну ты со мной Из-за двойки То не конфликтуй А батя В ответ Алло Вова Пошел Нахуй Батя Вот не переубедишь Вот никак Его не переубедишь Никак Его не переубедишь Ну да ладно Собственно Отставим Все это потом Мы доезжаем До точки назначения Дальше Продолжать Ну и батя Попался У Вовчика Не повезло Нашему Вовчику Не повезло Собственно Ну ничего страшного У него же есть Такой Крутой Клёвый Друган Как я Который Может придумать Про него Множество Интереснейших Смешных Рик Ух Ух Какая Продолжать Давай Слушай Проезжай Проезжай Скотина Сволочь Подонок Блин Съебитесь Отсюда Сука Котина Заколебали Блин Правда Встали Блин Посреди дороги Блин Стоит Блин Встал Ну смотрим ролик На Продолжать Продолжать Рис Смотрит Тревер Слыш Продолжать 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 Я делал то, что я думал, что я должен был сделать. У меня была молодая семья, Франклин. Я ходил с командой скрытых мудроцов и ничего не потерять. Я увидел это. У меня будущего, для меня, для моей семьи. Я взял это. Ты взял это? Ты уничтожил каждый мудроцовый, который ты знал. Было это или уничтожил. Смотри, я знаю, что звучит холодно. Я не ожидал, что ты это понимаешь. Не до сих пор, но ты сделаешь. Когда ты уничтожил свои отношения. Смотри, ты уничтожишь один день, и твои ноги. Они просто дают. Ты просто не можешь уничтожить. Хорошо, чувак. Ты осторожешь твоя рука, хорошо? Когда Тревор узнает, что ты еще живешь, я не знаю, что он будет делать. Не волнуйся о Треворе. Он не будет возникнуть мне. Эй, ты осторожешь твоя рука. Ты слышишь? Тебе, это не я, который он пришел. Мы струны, это ты, тебе. Это ты. Я тебя сушен Vallee. Просто говорит по лицу. Я тебя иду. Не боль. Просто говорят... вот такие вот дела свежее мясо меня стоят низкие настройки графики из-за чего отражения в игре нет у меня не пиксельный поэтому такая вот фигня собственно у меня плохие новости народ я не знаю что делать я по ходу момент все моменты абсолютно все моменты именно в плане видео которое вот записывает gta 5 походу не записал я не знаю что сейчас вообще делать то есть кат-сцену которая сейчас была я записал с франклином как он привез майкла ну точнее как он с ним общался уже у ворот майкла я записал а как он его привез франклин майкла домой я это не записал походу я не знаю что делать откуда брать запись я не знаю собственно надеюсь вам это видео было интересно сейчас я буду разбираться во всем я не знаю что делать но собственно для вас это особо наверное никаких проблем не принесет и я очень надеюсь что мне не придется ничего перезаписывать я собственно очень на это надеюсь майкл умылся собственно все это сделал оделся переоделся все наверно положил грязные вещи в машинку, и пока что семья Майкла к нему не вернулась, пока что. Что будет дальше, я не знаю, вернется ли к нему семья, это будет видно. Я, честно, я сам не знаю, серьезно, я уже давно играл, и я даже спойлерить, не спойлерить, я сам по себе уже даже не знаю, вернется к нему семья или нет. Собственно, это была 48-я, уже 48-я серия прохождения GTA V, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам понравился старый возврат к грифмам, ну, я сомневаюсь, но это ребячество. Ну, собственно, надеюсь, вам понравились Маяки с Алисой и Котик Венчик, желаю вам, народ, огромных успехов, удачи и всем пока. Увидимся уже в 49-й серии, посмотрим, что Майкл будет предпринимать по отношению к своей жизни дальше, то есть ему нужно и как-то с Тревором помириться, и как-то с семьей, семью возвратить. Посмотрим, что будет дальше. Всем я желаю успехов, всем удачи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!